КОРАБЕЛЬНЫЕ МНОГОЦЕЛЕВОИ ВЕРТОЛЮТЫ КОРАБЕЛЬНЫЕ МНОГОЦЕЛЬНЫЕ МНОГОЦЕЛЬНЫЕ МНОГОЦЕЛЬНЫЙ ВЕРТОЛЁТ, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ВИДЕТЬ В НАДВОДНЫЕ ЦЕЛИ ЗА 300 КИЛОМЕТРОВ. В ФИЛЬМЕ ОРУЖИЕ. Долгое время основным вертолетом корабельного базирования для Советского военно-морского флота являлся Ка-27. И поныне он несет службу в нескольких странах. Подобно всякой боевой машине, этот вертолет, разработанный в конструкторском бюро Николая Камова еще в 70-е годы 20-го столетия, модифицировался под различные боевые задачи и нужды конкретных заказчиков. Для поставки за рубеж машина была модернизирована и получила обозначение Ка-28. В отличие от своего прототипа, на экспортной машине была увеличена емкость топливных баков, изменена силовая установка, а комплект бортового радиолокационного оборудования устанавливался в соответствии с требованиями покупателя. Ка-28. Корабельный многоцелевой вертолет. Название по классификации НАТО – «Хеликс». Максимальная взлетная масса – 12 тонн. Длина – 12,3 метра. Высота – 5,4 метра. Диаметр главного винта – 15,9 метра. Силовая установка. Два газотурбинных двигателя мощностью по 2300 лошадиных сил. Максимальная скорость – 270 км в час. Динамический потолок – 5000 метров. Практическая дальность полета – 800 км. Экипаж – пилот, штурман, оператор. Вооружение. Одна самонаводящаяся торпеда, одна ракета-торпеда, противоудочные авиабомбы. Уникальные качества соосной схемы обеспечивают К-28 высокие энерговооруженность, компактность, маневренность, простую технику пилотирования и безопасность эксплуатации в жестких морских условиях. Простая техника пилотирования и совершенный пилотажный навигационный комплекс позволяют одному летчику выполнять длительные боевые задания над безориентированной водной поверхностью в любое время года круглосуточно, в том числе и в сложных погодных условиях. Бортовой радиоэлектронный комплекс совместно с системой автоматического управления вертолетом при обнаружении цели решает задачу по выводу аппарата в расчетную точку и применение выбранного экипажем средства поражения автоматически. К-28 оснащен бортовым компьютером, который оптимизирует работу всех систем. Производство машины началось в июне 1986 года. Вертолеты К-28 состоят на вооружении военно-морских сил нескольких государств Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Популярность машины обусловлена ее высокими летно-техническими и боевыми качествами, которые были заложены конструкторами при проектировании. Более мощная сама машина, новые материалы сплава. Дело в том, что на море, на море, материалы должны быть антикоррозийными, там же соль. Если мы с сухопутной машиной туда полетим, нам мгновенно заржавеет. А тем более вопросы электроники, аппаратуры обнаружения. То есть вся философия должна быть совершенно другой. Вооруженный конфликт, разгоревшийся в 1982 году между Великобританией и Аргентиной из-за Фолклендских островов, убедительно продемонстрировал необходимость наличия в составе военно-морских группировок средств дальнего радиолокационного наблюдения. Именно из-за их отсутствия британский королевский флот понес серьезные потери от неизмеримо более слабого противника. Использование же в качестве средства дальнего радиолокационного обнаружения эскадренных миноносцев привело к потере двух таких кораблей – Шеффел и Ковентри. Советское военно-морское командование обратило на этот факт самое пристальное внимание. Вскоре конструкторское бюро имени Николая Камова получило новый заказ. В 1985 году КБ приступило к созданию вертолета дальнего радиолокационного наблюдения. Флот хотел получить передовой мобильный разведывательно-командный пункт, который был бы включен в систему противовоздушной обороны кораблей и береговых сил. Новая машина должна была обеспечить надежную защиту бывых кораблей от низколетящих самолетов, вертолетов и крылатых ракет противника. Проект получил обозначение К-31. Это была глубокая модернизация многоцелевого разведывательно-ударного вертолета К-27. К-31. Вертолет радиолокационного дозора для военно-морского флота. Название по классификации НАТО – «Хеликс-И». Максимальная взлетная масса – 12,5 тонн. Длина – 12,5 метра. Высота – 5,5 метров. Диаметр главного винта – 15,9 метра. Силовая установка – два газотурбинных двигателя мощностью по 2200 лошадиных сил. Максимальная скорость – 250 километров в час. Динамический потолок – 5000 метров. Практическая дальность полета – 680 километров. Экипаж – пилот, штурман, оператор, оператор. Вертолет может базироваться на тех же кораблях, что и К-27. При использовании в интересах сухопутных войск, К-31 может базироваться на небольших неподготовленных площадках вблизи расположения мобильных зенитно-ракетных комплексов, обеспечивая их цели указания. Основу бортового оборудования К-31 составляет радиолокационная станция кругового обзора ОК. Ее антенна располагается под днищем дертолета. Длина антенны достигает 6 метров. Вес превышает 200 килограмм. Радиолокационная станция может вести наблюдение за 20 воздушными и надводными целями одновременно. Передавать информацию в режиме реального времени на командные пункты кораблей и береговых сил, а также осуществлять наведение средств поражения на объекты противника. Нет более эффективной боевой машины на море сегодня, боевой машин на море, чем серия К-27, К-31. Носители у них одинаковы, а состав вооружения и оборудования разный. А вот американцев таких машин вообще нет. Кстати, во Франции и в Америке попытки делаются, и до сих пор делаются, создать такую машину. Как вы думаете, почему? Потому что школы нет. Чтобы создать такую машину, нужна мощная, долговременная, много лет работающая школа. Научно-техническая школа. Без этого никакие деньги, это бесполезно. Вы мне денег, вы знаете, сколько вы хотите, вы будете. Почему до сих пор в Америке, несмотря на бешеное финансирование, до сих пор нет вертолета Ми-26? До сих пор они работают над этим вертолетом, платят огромные деньги. Правительство, правительство, но отсутствие надлежащей школы ничем не компенсируешь. После успешного завершения заводских и государственных испытаний в 1995 году вертолет Ка-31 был принят на вооружение. В 1998 году началось его серийное производство. Несколько 31-х купила для своих военно-морских сил Индия. Достойно отдельного упоминания еще одна камовская разработка. В 1973 году конструкторское бюро получило от военно-морского флота заказ на создание транспортно-боевого вертолета. Соосные машины такого назначения уникальны. Их не производят больше нигде в мире. Повышение боевого потенциала морской пехоты в СССР планировалось осуществить за счет постройки новых больших десантных кораблей и создание специального боевого вертолета, способного базироваться как на судах, так и на суше. В это время КБ вело работы по созданию универсального многоцелевого вертолета корабельного базирования Ка-27. Планер транспортно-боевой машины, построенный на той же базе, имел другие очертания и размеры. Этот проект получил обозначение Ка-29. Ка-29. Транспортно-боевой вертолет. Название по классификации НАТО «Хеликс». Максимальная взлетная масса 12,6 тонны. Длина 11,6 метра. Высота 5,4 метра. Диаметр главного винта 15,9 метра. Силовая установка. Два газотурбинных двигателя мощностью по 2225 лошадиных сил. Максимальная скорость 250 километров в час. Динамический потолок 5000 метров. Практическая дальность полета 800 километров. Экипаж Ка-29 состоит из трех человек. Грузоподъемность машины составляет 5 тонн. Он может брать на борт 16 морских пехотинцев с полным боекомплектом и средствами усиления. В состав вооружения входят противотанковые управляемые ракеты «Штурм», кассеты с неуправляемыми ракетными снарядами, скорострельные автоматические пушки калибром 23 и 30 миллиметров, а также пулеметы. Для ведения огня из ракетного и артиллерийского оружия на Ка-29 установлены лазерный прицел и электронно-оптическая система управления стрельбой. Точность ведения огня значительно выше, чем у вертолетов, выполненных по классической одновинтовой схеме. Секрет этого кроется в конструкции Камовской машины, которая в полете обладает большей устойчивостью. Транспортно-боевой вертолет Ка-29 имеет полный комплект оборудования для выполнения десантных и разведывательных операций в любое время суток в простых и сложных метеоусловиях. По мнению командования военно-морского флота, вертолет Ка-29 значительно повысил мобильность и эффективность проведения десантных операций при взаимодействии с морскими и береговыми силами флота. Винтокрылый штурмовик Ка-29 до сих пор несет службу на кораблях военно-морского флота. Он прост в пилотировании, послушен в управлении, надежен и эффективен. Такими качествами отличаются все боевые машины КБ Камова. Рассказ о них мы продолжим в следующем фильме оружием. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова